великолепную и обязательно интересуется как как живут его коллеги и может ли он чем-то помочь и всегда готов это сделать что еще это залог успеха итак мы сейчас послушали о дружбе между историей дружбы и отношений валерий миладзиала болезнина пугачева думаю что у каждого артиста есть наверное такая история особенно среди тех кто вступает на этом концерте это безусловно сейчас только что игорь николаев пел песню а почему я подумал что один полина извините пожалуйста можно буквально немножечко у нас прямая трансляция извините так как всегда вы прекрасно выглядите марина хотим вас поздравить в ближайшем будущем у вас важное событие свадьба да если мы найдем время ой зачем так близко мамочки я очень боюсь когда так близко очень нравится ваша последняя ну одна из свежих композиций шага и как раз для многих девушек у которых может быть такой момент в жизни она очень воодушевляющая может быть совет от полина гагарина и как вот оставаться сильной чтобы шагать вперед оставаться сильного они выбора другого нет вот поэтому надо быть сильней всегда но давать себе моменты слабости естественно это нужно мы все девочки любим поплакать поэтому не надо этого стесняться скажите иногда вместе с вами здесь на нововолне также было и ваш сын в этом году он вместе с вами не отдал он был только однажды когда он был со мной в животе вот тогда он был со мной а так еще ни разу не был в юрмале на следующий год возможно может быть вы его привезете хорошо сегодня будете ли вы выступать на дискотеке мусс тв я улетаю вот прямо сейчас а вы сейчас улетаете если не секрет куда в екатеринбург хорошо палец спасибо вам большое всего хорошего полина гагарина улетает вот буквально вот-вот в екатеринбург поэтому тоже очень быстро убегает скандалы интриги расследования румянцева не пропускала в зал собственной охраны я допускаю что он был вообще без бейджа и он как будто стоял перед охранником который получается хорошо выполнял свою работу топал ногой и говорил да что мне поменять охрану что ли это вот нам ворона на хвосте принесла так что информация проверенная и точная и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Валерий Шатайович, прибыль трансляции, здравствуйте. Отвлекаясь немножечко от сегодняшней праздничной атмосферы, какое у вас впечатление о конкурсантах по итогам двух дней? Вы знаете, уровень достаточно высокий, при том, что я скажу, что каких-то выдающихся таких вот совсем ребят, которые бы меня, ну, совсем поразили бы, как в свое время там Джамала поразила, таких, наверное, пока нет, но, возможно, в третий день они себя покажут, потому что, может быть, как раз на оригинальной песне они раскроются. Потом я считаю, что не все подобрали удачные песни, в которых бы они могли показать. Вы знаете, я тысячу раз говорил об этом, но почему-то вот не очень слушают конкурсанты, ни меня, ни Сажу Ревзина, ни многих. Они выбирают слишком сложные для восприятия песни. Если человек возьмет хорошую, известную, красивую песню, которую приятно слушать, и еще ее здорово споет, это стопроцентный залог успеха. Если человек плохо поет, но очень хорошую песню, то у него, кстати, бонусов прибавляется. Но если человек поет восхитительно, но поет плохую песню, то это тоже принижает очень сильно его шансы. Поэтому обязательно нужно попасть в десятку, для того, чтобы себя в полной мере показать, нужна удачная, красивая, обязательно мелодичная песня. Но молодежь современная выбирает песни сложные и не всегда красивые. Ваше пожелание конкурсантам на завтра? Ну, завтра очень такой мощный день для них. Ну, понятное дело, далеко не все, почти все не получат первое место. Первое место будет у кого-то одного, и второе будет, может быть, у одного и двоих, и третье. Все по баллам посчитается в итоге. Но то, что они сюда попали, они уже победители. И очень часто люди, которые получали вообще какие-то, скажем, Доминик Джокер, у него было восьмое, что ли, какое-то место или что-то, но он стал известным артистом. А я вообще проигрывал во всех конкурсах. И, тем не менее, у меня что-то получилось. Смотрите на нас, набирайте сил, не забывайте все то, чему вы научились здесь, в Юрмале, и продолжайте свою работу. Спасибо большое. Ну, вот услышали мы пожелания от Валерия Шатайовича Меладца для конкурсантов на сегодняшний день. Тем временем звучит очередной хит Аллы Пугачевой на сцене под названием «Королева». И исполняет его Юлия Проскурякова. Супруга композитора и члена жюри «Новой волны» Игоря Николаева, очаровательная женщина и, к тому же, еще и певица. Напомним, что мы продолжаем свою прямую трансляцию с конкурса «Новая волна-2014». Сегодня вечер-изюминка этого конкурса. Творческий вечер Аллы Пугачевой, когда на сцене звучат только ее хиты, написанные самыми разными композиторами. Ну, и также напомним, что сегодня, пожалуй, самая мощная автопати конкурса, которая состоится, как всегда, в клубе «Ферст Дача» в Риге на Андрей Сале, улице Андрея Остас. Четыре точный адрес. И сегодня там пройдет дискотека Муз-ТВ, на которой вы увидите и услышите большое количество звезд, которые выступают сегодня на сцене «Дзинтери». Ну, в частности, Никиту Бреснякова, певца Эмина, группу «Блестящие» и так далее, и так далее, и так далее. Еще можно успеть купить билеты в сети «Билешу-сервис» или в самом клубе. Пожалуйста, не забудьте, около 23.00 начнется эта замечательная вечеринка. И, пожалуйста, присоединяйтесь, погружайтесь в атмосферу праздника. Я вижу, как идет ко мне моя добрая, любимая коллега Олеся Шалецкая. Олесечка, я разделила то счастье, которое ты испытала на открытии конкурса. Первый раз приблизилась к везде. Нет, не в первой. Мы беседовали на прошлом конкурсе, в этом году первый раз. Валерий Шатаевич был прекрасен совершенно. И, кстати, совершенно совпал. Вот помнишь, мы с тобой буквально недавно обсуждали, что репертуар, выбранный конкурсантами, как-то, кажется, оставляет желать лучшего. И Валерий Шатаевич сказал, что действительно, ну вот, скажем так, он сказал, певца недостаточно еще профессионального, хороший хит может вытянуть. Если же хороший певец, конкурсант в данном случае, исполняет не самую выигрышную песню, то оценки могут быть не совсем. Как раз то, о чем мы говорили. В общем, совпадаем мы с тобой во всем. Так и есть. Валерий Шатаевич и Полина Гагарина вот уже отпели свои песни, спустились сюда к журналистам, ну как бы сошли. Сейчас на сцене Юлия Проскурякова. Юлия Проскурякова, и вот Игорь Николаев, наверное, ждал ее, потому что он спел песню. И присоединился к Игорю Яковлевичу Крутовым. Вот они как все... А, и вот смотрите, Александр Ревзин тоже с ними сейчас стоит. Как интересно было бы подойти, подсунуть микрофон, и послушать, о чем они вообще говорят. Если только нас, к сожалению, не пускают туда. Мне кажется, это сугубо мужские разговоры, на самом деле. Может быть, обсуждают наряд. Да нет, деловые. Господи, девочки, у них же дела. Вот в первую очередь дела у них на кухне. Что наряд Юлии Проскуряковой, я думаю, это тоже деловой вопрос. Мы, кстати, сейчас его увидим. Ой, смотрите, у нее сегодня прическа под Бейонс. Очень неожиданно, да. Она как-то потемнее стала такая. Да, и платьица красная, реально Бейонс такая. Ну, вот смотрите, наверное, Игорь Николаев и Юля сейчас придут к нам. Всех поцеловала Юля. Я бы тоже этих мужчин поцеловала с удовольствием. Они пускают только. Да, что только мужа она не поцеловала. Вы знаете, Юля, я была права, они идут вдвоем, ребята. Никакого скандала не получилось. На самом деле, это усложнее, это очень, конечно, интервьюирование, потому что, ну, когда два человека, всегда чуть-чуть сложнее. Ну, как говорится, муж и жена одна. Сатана. Поэтому пусть про сатанизм мы поговорим. Не, просто Юля обычно, конечно, в интервью отмалчивается, говорить будет, Игорь, ну что ж. Не, а выглядит она, кстати, прекрасно. Потрясающе, Юля. Прекрасно. Да, вот если вы сказали что-то хорошее. Нет, я сказала, что хорошее. Мы сами удивились, но это правда. Я действительно приятна очень. Простите, пожалуйста. Ну, так и есть. Блистательно. 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 Про Скуриховой. Поцеловались. Вот вы видели сейчас на своих экранах. И ждем их здесь, в зоне журналистов. И я надеюсь, что нам удастся задать им какие-то интересные вопросы. А тем более, что Игорь Николаев, ты тот человек, который, в принципе, с Пугачевой практически с самого начала и самой знаменитой песни для нее написал. Летяной горой айсберг. Паромщик и так далее. Как минимум. И так далее. И так далее. Талантливый автор. Поэтому, наверное, на просьбу, а можно ли Юлия Проскурякова тоже привез участие в концерте, отказа не последовало. Простите, пожалуйста, это все женское скупает слайд. Зависть. Ну, а тем временем на сцене незабываемый Сергей Лазарев. Незабываемый, действительно. Нет, Сережа сегодня, мы слушали его на репетиции, он настолько трудоспособный, это отметила и музыкальный директор Муз-ТВ, что она никогда, вот она сказала, никогда не видела настолько трудолюбивого артиста молодого, вот если взять, да, то есть он от и до, причем он работает без продюсера, он работает сам на себя, он сам занимается всем, у него, конечно, есть директор, но что касается продюсирования, Сергей сам вот думает и просчитывает, какую песню лучше выпустить синглом, какой клип выше дать. Музыка. 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 Юля сейчас послала воздушный посыл и своему супругу, и в гордом одиночестве следует к панеру для того, чтобы сфотографироваться, сегодня ее звездный вечер. Музыка. 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 Юля, пожалуйста, вы можете... Я? Нет. Мы обсуждали с девочками, насколько вы прекрасно выглядите. Нам показалось, что у вас изменился цвет волос, вот эта кудрявость повышенная. Такая юля-пионс получилась. Красиво. Спасибо большое. Это юрмала так влияет. Кудрявость повышенная. На Рижском взморе воздух свеж. Когда вы прилетели к нам? Мы прилетели 20 июля. И вот мы здесь находимся. То есть вы успели вкусить радости и теплого моря, и сын? Конечно. И вашего гостеприимного, и гостеприимного юрмала. Мы всегда рады здесь быть, потому что здесь очень красиво. Воздух и такая расслабляющая атмосфера. Спасибо юрмале и Риге, и Латвии за гостеприимство. Мы всегда рады здесь быть. Сегодня творческий вечер Аллы Борисовны Пугачевой. Это фигура знаковая в шоу-бизнесе российском. Волновались, когда пели ее песни? Конечно. Конечно. Мне хотелось... Алла Борисовна сама выбрала ее для меня. И мне очень хотелось, чтобы она получилась хорошей. И песня с точки зрения вокального такого, да, интересная. То есть она необычная, и она и развивает, и... То есть можно как-то себя попробовать выразить, потому что она непростая. Юлечка, а как это происходит? Тут Алла Борисовна звонит и говорит, алло, Юля, я бы хотела... Нет, ну что вы. Как это бывает? Ну как обычно? Как песни выбирает? Ну, звонит, но не так напрямую. Просто она выбирает песни, и, конечно, сообщают ее люди. Она сама... Игорю звонит. А если бы вы выбирали песню, вам и какую хотелось ее песню исполнить? Это бы и хотелось. Вы знаете, я для себя эту песню открыла, да, потому что музыка Аллы Пугачевой и слова Игоря Николаевны. Скажите, на ваш взгляд, в чем секрет такое долгожительство Аллы Борисовны и творческое, и человеческое? Ведь не каждому артисту можно столько десятков лет удерживать интерес такой повышенный к себе. Ну, она по-настоящему очень талантливый человек, и она, конечно, личность. Она невероятно талантлива. Она добрый человек, потому что я ее знаю, я бываю в гостях, и я могу сказать, что она очень добрый человек, она помогает многим людям. Я думаю, что вот эта вот добродушие, ее такая, ну, и личность, и добродушие, и талант, это все работает на нее и на окружающих. Когда вы рядом с Аллой Борисовной оказываетесь, если она в хорошем расположении духа, от нее прям свет исходит. А если бы не очень, кто не спрятался, ей не виноват? Я не знаю. Скажите, а что вы подумали, когда вы впервые ее увидели? А вот вы ее увидели, встретились с ней лично, а что вы чувствовали? Ну, что она человек такой же, как мы все, и что ей нужна поддержка тоже, ей нужна наша любовь. И не все артисты, и артисты на самом деле не такие сильные люди, как все о них думают. Мы такие же люди, мы тоже волнуемся, мы тоже переживаем. У нас бывают страшные моменты, разочарования в других людях, и Алла Борисовна такой же человек, как и все. Ей нужны друзья, преданные люди, которые ее не будут разочаровывать. И, конечно, поклонники, вы все, которые будете ее любить и вот до конца, да, почитать и уважать ее талант и ее как личность. Мы любим Аллу Борисовну и благодарны вам за ваше интервью, спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Только что выступил Сергей Лазарев, а пока что, если оценивать по шкале аплодисментов, Сережа урвал наибольшие овации публики, кричали «Браво», некоторые даже встали после выступления Сергея Лазарева. Ты, кстати, вот когда я ушла к Юле Прескурюковой, ты как раз говорила о том, что он большой трудяга и большой молодец. Я с тобой согласна, мы как-то в одной из трансляций тоже это обсуждали, что он невероятный друженик и умница, действительно, и голосистый парень, правда? Очень-очень, да, и это смогли оценить пришедшие в зал «Дзинтери». Действительно, очень тепло встретили Сергея, я рада за этого артиста, для которого сцена концертного зала «Дзинтери» тоже является знаковой, ведь именно в составе группы «Смэш» они одержали победу тогда, по-моему, в 2002 году. Я сейчас могу даже… Алина, как ты это все помнишь? Ну, может быть, я сейчас ошибаюсь в случае, но песня «Бэйль», как они тогда исполнили вместе с… Вот второго уже немножко не припомню мальчика, Влад Топалов, да. Ну и я, кое-что помню все-таки, да. Ну что, мы напоминаем, что мы осуществляем прямую трансляцию с бэкстейджа. Конкурсы «Новая волна», сегодня конкурсный день, сегодня конкурсанты отдыхают, они сегодня сыграли в футбол вместе со звездами, напоминаем, что звезды выиграли. По-моему, со счетом 8-2, да, Карина нам говорила, выиграли звезды. Какой-то большой счет. Видишь, есть еще порох в пороховницах, молодцы, молодых оббегали. Ну и сегодня один из самых интересных дней этого конкурса, потому что впервые после перерыва Алла Борисовна Пугачева приехала сюда. И сегодня творческий вечер, посвященный этой замечательной певице. А вот посмотри, какой раритет держит в руках человек. Я не знаю, наша камера, конечно, не показывает. Это пластинка Аллы Пугачевой и Игоря Николаева, винил. Просто кто-то держит на автограф, кто-то принес с собой. Действительно, раритетная вещь. Сейчас наш оператор покажет. А, и что, эта пластинка у вас есть дома? Да. И сколько лет же вы ее храните? 30. А получается, и вы хотите взять, наверное, два автографа? Естественно, мы долго ждали этого момента. Послушайте, это такая трогательная вообще. Ну вот, как-то, мне кажется, вера и любовь поклонника. Представляете, как приятно слушать пластинку настоящую. Ни записи, ни диски. А вы наставишь, и она вот так постепенно проходит вся. Смотрите, какая прелесть. 100 друзей. Желаю счастья в личной жизни. Баромщик, балет, прости поверь, балалайка, стеклянцы, две звезды. Реально, две звезды. Люди, которые друг другу дали очень много. Я желаю вам... Я не сомневаюсь, что Игорь Николаев подпишет ее. Подпишет. Да, я желаю, чтобы Алла Борисовна вам подписала обязательно. Спасибо вам большое. Спасибо. Вам спасибо. Красивого вечера. Спасибо. И классно. Обязающе вообще. Это действительно привет из прошлого. Я помню себя маленькой девочкой совсем, когда тоже вот у моих родителей был вот этот набор пластинок. Не только фирмы «Мелодия», но и других, как мой папа буквально там выменивала. Вот если брать зарубежных артистов, там же баснословные деньги стоили все эти пластинки. И где они вот сейчас, я даже не знаю. У меня был вот этот двойной замечательный. Я помню, я так восхищалась. По-моему, как прекрасен этот путь назывался. Ну, как-то так уже сейчас, не вспомню. Она такая красивая была, там, на обложке с такими рыжими волосами. Ну, мне кажется, в Русский дом в Высшем Советском Союзе, где ни было пластинки Аллы Борисовны Пугачёвы. Кстати, вот Юлия Проскурякова сегодня появилась в таком интересном образе. А ведь у неё волосы были похожи немножко на раннюю Пугачёву тоже. Ну, слегка, да. Слегка, они не настолько кудрявые, но всё же вот такое. Знаете, как хороша сегодня Кристина Арбакайте. Дочка Аллы Борисовны Пугачёвой. Меня почему-то всегда раздражает, когда её называют Арбакайте. На прям акцент Максима Галкина сегодняшнего вечера. Ну, давайте посмотрим на эту замечательную певицу. Её красивое платье. И дочь замечательной певицы. И оборожительную фигуру мамы троих детей перед нами на минуточку. Мне всегда очень нравится этот бэкстэш. Смотри, Кристина направо, Кристина, можно налево. Ведь поворачиваются уже и позируют. Ну, это, конечно, появится в основных грянцевых зданиях, понятно. Интересно, чтобы пройти в концертный зал Дзентри, нужно пройти многослойную охрану. И даже сюда, в зону журналистов, мне всегда радуют охранники знаменитых артистов. Хотя понятно, что их работа, они всё равно так стреляют глазом, как будто бы кто-то сейчас может достать автомат Калашникова и расфигачить любимца вообще всех людей. О, и супруг Кристина Арбаката, кстати, здесь тоже, Михаил Земцов. А, кстати, вы знаете, девочки, я бы на вашем месте оббежала и поговорила с ним по-быстрому, потому что никто им не интересуется, а зря. Ой, он такой серьёзный бизнесмен, что лично я боялась. А нет, посмотри, заинтересовались, он присоединился к супругу. Всё-таки, да, не успели добежать. Ой, охранник всех так отодвинул, чтобы никто не подходил. Ну да, вот таковы будни журналистов, довольно сложная работа на самом деле. Таковы будни звёзд. Будни звёзд мы тоже им очень сочувствуем, конечно. Им нужно платить охранникам, как минимум. Кстати, когда один небезызвестный министр заявил, что он запрещает звёздам участвовать в роскошных мероприятиях, я подумала, это какие же роскошные мероприятия. В первую очередь они здесь работают. Я выросла просто. Я выросла в её гардеробе. Поэтому, конечно, мне приходилось мерить не только туфли, но и когда я подрастала, были модные, как и сейчас. Вернулась мода леггинсы. Разные лицовые буртки и так далее. И поэтому и косметика, и гардероб, всё через меня прошло. А самые любимые сценические костюмалы, Борисовна, для вас? Мод. Ой, вы знаете, она, конечно, всегда была законодателем своей такой определённой моды. И на самом деле, если проследить, то даже самые большие модники всегда повторяли потом за ней. Ну, один балакон, естественно, чего стоит потом. Рок-период. Это сейчас то, что грант, что модно. Так, кожаные. Кожаные куртки, косухи, такие леггинсы, какие-то ремни. Ну, это мне, конечно, ближе, потому что я очень рада, что вернулась эта мода. Ну, и в то же время сейчас у неё такой цветочно-букетный период. Она любит нежные цветочные тона. Пастельные тона, пастельные тона, да? Пастельные разные, не только будет. В зависимости от времени года и настроения. И на самом деле, как показывает практика, хотя я люблю вот такое всё более жёсткое, то цветы мне тоже идут иногда. Да, поэтому мы любим семейно менять разные стили. Спасибо большое. Если у вас огромная семья, какие хотите? Всей огромной семьёй, ну, стараемся на дне рождения, конечно. Если получается Новый год, обязательно тоже Рождество католическое. Это как бы я собираю у себя друзей и гостей, и семью, конечно же. И православные, ну, это уже в зависимости от того, кто где находится на каникулах. И, конечно же, первое воскресенье весны. Мы всегда стараемся приехать как бы с друзьями и всё вместе побыть в этот день вместе с жёлтыми цветами и с Аллой Борисовной. Ваше наблюдение, какое стало Алла Борисовна с появлением деток? Что в ней изменилось? Она помолодела. Намного устала молодая мама. Была молодая бабушка, сейчас молодая мама. Спасибо большое вам. Девочки, прошла, на самом деле, Кристина Арбакайда через всё то же, что и мы с вами прошли. Мерила маминой туфли, красила губы маминой помадой. И совершенно замечательно она ответила на вопрос, что изменилось в жизни Аллы Борисовны Пугачёвой после того, как появились близнецы Лизы и Гарри. Она помолодела, сказала Кристина. Она стала молодой мамой. Молодец, Кристина. Кстати, Кристина очень сейчас мне напоминает маму. Она похожа, невероятно становится на маму. Ну и ведь раньше, мне кажется, Кристине было очень сложно, потому что её часто, ну как, быть дочерью Примадонны очень тяжело. И раньше многие, сколько было вот этих злых шуток и так далее. Что она, может быть, на сцене выступает как-то не так. Сейчас, мне кажется, Кристина очень достойно выступает и с большим удовольствием слушаю её выступление. Кстати, хотим сказать, что сегодня на сцене зала «Дзинтри» живой звук, и все артисты с этим справляются. А давайте попробуем подойти к Михаилу, к её супругу. Михаил, здравствуйте. Можете сказать нам несколько слов, пожалуйста? А как только она освободится, мы сразу же вас отпустим. Михаил всё-таки не расположен. Не-не, он не расположен и даже сердит, я бы сказала. Я вот хотела ему даже задать вопрос по поводу того, не сложно ли быть мужем такой знаменитой женщины? Потому что вот ему всё время приходится жить в ожидании. Ну, видимо, сложно. Но вообще, если честно, насколько я знаю, вот как, ну, человек, приобщённый к жизни звёзд, волей-неволей, да, избегает он общения с прессой. И всегда это его позиция, ну, и каждый выбирает свою. В целом, имеет право же, девочки. Самое главное, что они сейчас рядом, потому что всегда бы хотела, чтобы те, кто совпадают на каком-то этапе, у кого появляются дети, чтобы они жили вместе, и будем надеяться, что они счастливы, и он как-то может вот себе это мужское превозмочь, и как-то смириться с тем, что у него такая популярная, знаменитая супруга. Ага, Олеся, а я смотрю, пока Кристина не видит, Олеська быстро подбежала к мужу. Я думаю, ага, ну, вот оно. А ты знаешь, я даже скорее вот из жалости женской, думаю, ну, стоит бедный, ну, ждёт, вот её каком-то олег, к нему никто не подходит, думаю, ну, дай я. Ну, и как-то вот, мне совпало. Он просто вообще боится как-то смотреть на других женщин, у него такая установка. Ну, и добавим... Такая тёща. О, да. Ну, и добавим немножечко скандальной бэкстэчной информации. По-моему, Кристина Арбак, это самый широкоплечий и мощный охранник на новой волне. С самым суровым взглядом. Как он на нас посмотрел, и я же это... Вот, мне довелось соприкоснуться с этим плечом, оно, да, Леонид Агутин зашёл. Наш любимый Леонид Агутин пришёл, да. Ну, вчера Леонид Агутин, по-моему, 10 минут говорил с нами. И на портале MixNews в разделе «Новая волна» вы можете узнать мнение Леонида и насчёт конкурса, и вообще о том, как он себя ощущает. Вот очень хотелось бы действительно, на самом деле, пожелать этому исполнителю, моему любимому, вот честно, чтобы всё у него было хорошо уже. Ну, конечно, я абсолютно это поддерживаю вообще за то, чтобы у всех всё было хорошо, и был бы мир. Во всём мире. Ну что ж, журналисты опять налетели на Леонида Агутина. Я не знаю, нам, наверное, тоже есть смысл пойти послушать, о чём говорят. А тем временем на сцене песенку про Мэри поёт очаровательная Лаймова и колор. Кстати, она сегодня в таком монохроме, чёрно-белое. Её любимое, по-моему, сочетание, классическое, какая-то у неё шляпа. То есть такая женщина, как всегда, из 30-х, но со своей такой латвийской, как говорят, изюминкой. Ой, будет интересно увидеть её образ, когда она придёт сюда фотографироваться. Будем надеяться, что она появится перед журналистами. Ну как сказать, женщина. На самом деле она в таком очень импозантном виде. Я показываю сейчас девушкам. Она как такой во фраге Чарли Чаплин слегка. Но интересный образ будет, увидим. Ну совсем скоро наш оператор сможет вам показать, естественно, как выглядит сегодня Лайма Вайкула. Ну хорошо, не понятно, не всегда. Я дай, как вы ей прислоняете. Да, не надо. Я тебя учу. Да, не надо. Не прислоняете. Не прислоняете. Да, не прислоняете. Да, это у вас нет. Сейчас вы можете видеть фантастические кардебали. Какие женщины. Сегодня один из комментаторов на нашем портале написал «Поселю у себя группу блестящие». Я думаю, после фоторепортажа сегодняшнего дня появится комментарий «Поселю у себя болит Лайма Вайкула». Знаете, девочки, если бы у меня была такая фигурка, я бы так на работу ходила каждый день. Я думаю, что мы можем и сейчас так прийти на работу. Мы только наушники не оденем на голову, боюсь. Лизка, а если плюнуть на всё и попробовать? Я тоже так считаю. Почему бы нет? Нет, у Лайма Вайкула всегда, конечно, в подтанцовке прекрасные кардебалеты. Оренду империя, короче. Бурными аплодисментами приветствовать Лайму Вайкула зал. Конечно, она любимица латвийской публики. Несомненно, стильная, красивая женщина, которая, кстати, не меньше, наверное, на лабористе работает в российском шоу-бизнесе, в частности, тоже. Вот, кстати, насчёт подбора песен сегодня удивительно. Исполнители выбирают те песни из репертуара Пугачёвой, которые именно в их стиле. Но пока, во всяком случае, идёт попадание. Я бы, конечно, с Крадобалетом тоже пообщалась, но они куда-то побежали. Мне интересно, много ли весит вот эта вот штука на голове? Вы только беги, спроси. Куда они побежали? В переодеваться. В другие перья. Представляешь, надо было померить просто. Взять с тобой и попросить померить, то это вы, может быть, не разрешили. Но вот, к сожалению, сегодня очень много интересных номеров и нет возможности отлучиться, но в гримерке мы бы с удовольствием привели для наших зрителей экскурсию в гримерке. И заодно можно было померить эти роскошные совершенно, как это называется, перьевые короны. Ну, а сейчас группа студия. Да, Кетти Тапурия, которая вчера сказала, что, возможно, именно сегодня она наденет платье собственного дизайна. А может быть и нет. Какая вот девушка непредсказуемая. Кстати, сегодня вот я слушала, как здесь в концертном зале Дзинтере происходила репетиция. И Кетти Тапурию больше других, наверное, останавливали и просили спеть заново. Сейчас вы можете увидеть на своих экранах, если мы найдем нашего оператора, конечно, как Лайма Вайклая вместе со своим кардабалетом позирует фотографом. Сейчас вид сзади. Да, но очень красиво. Все равно роскошно, конечно, роскошно. Потрясающе. Потрясающе, правда. Всегда очень стильно, очаровательно. И сзади хороший вид, хотим мы вам сказать, хотя вы, может быть, этого не видеть. У девчонок такие красивые какие-то, как пальто, шелковые. Очень красиво. Очень красиво. Лайма Вайклая в этом году отметила юбилеи. И она, конечно же, ну... Не выглядит. Мне тоже появилось желание пощупать вот эти вот. Ты захотела пощупать мягенькое такое на девушках из балета. И хочется щупать везде, по-моему. С ног до головы. Нет, она же пошла и пощупала. Ой, это шелковистое, ничего не весят, девочки. Можем брать. Сегодня, кстати, один из тех дней, когда Лайма вышла к журналистам. Обычно она просачивалась так незаметно в гримерной и не выходила сюда. Потому что ей надо было сидеть на кресле члена жюри, поэтому как-то быстро все это происходило. Сегодня же после выступления есть возможность выйти к журналистам. Девочки, и тихо-тихо в стороне наблюдал за всей этой фотосессией супруг Лайма и ее продюсер Андрей Латковский. Верный рыцарь. Верный рыцарь многолетний, умница. Извините, тяжело ли вот это на голове у вас украшение? Тяжелое? Нет, не тяжелое. Великолепно, легкое прикрас. Легкое? Легкое. Хорошо. Легкое. Нет, это мне предложили, так что я очень довольна своей песней, супер номер получился, потрясающий балет. Какие эмоции вызывают вас Алла Близнея Кулачева и какие, возможно, давала вам советы, помощь? Какая-то история связанная именно с этим человеком, которая как-то помогла вам в жизни? Нет, ну что, блин. Я думаю, что мне кажется просто здорово, что это такой счастливый человек, у кого есть такие хорошие песни. Я часто уже сегодня могу вместе петь с многими артистами, иметь столько хитов, чтобы, может, было бы целый концерт давать просто одни известные песни. Вот самое главное. Отразилось ли отсутствие Аллы Борисовны на конкурсе «Новая волна» и как сегодня принимает ее зритель? Что изменилось с ее появлением снова здесь? Ну, я думаю, что каждый раз, когда появляются артисты, действительно, с большим именем, с долгим путем, можно сказать, когда долгий путь и большое имя, мне кажется, это так здорово, потому что в публике есть возможность не каждый день это видеть, поэтому, мне кажется, зал в Зуинтере очень повезло, и публике повезло, что сегодня есть такой вечер. Знаем, а окружите Юрмала с каким-нибудь из городов? Первое, что приходит на ум? Юрмала. Юрмала с Юрмалу. И еще такой вопрос. Сняться в фильме, если бы был сценарий? Ну, у меня много было сценариев, это пока нет, нет. Не большой. Спасибо. Я уже снимался. Вот как у балтийской иконы стиля, я бы хотела вам задать вопрос про образ Аллы Борисовны Пугачевой. Какой вот образ, стиль ее запомнился вам? Наверное, самое яркое мое воспоминание – это, когда Алла была еще малоизвестна, мне казалось, она очень высокого роста, когда я ее увидела первый раз. Она работала в театре в Москве, в открытом вот, типа, центре. И как-то я прошла, и мы подошли к Алле и сказали, Алла, у нас еще музыканты, вы не знаете, чтобы провести? Она говорит, конечно, быстренько сказала, кто должен это сделать, провести целую команду музыкантов. И я вот это запомнила. Она была в моих глазах, с длинными волосами, прямыми, высокая, худая, такая блондинка. Спасибо большое. Лай, а можно еще минуту вашего времени? 29 июля Игорь Крутой отметит, 60 лет тоже ваш давний друг. Есть ли у вас какая-то история, которая связывает вас с творческой жизнью? Ну, с Игорем мы не просто друзья, мы еще и родственники. Мы же кум и кумам. Мы покрестили Раймонда Пауса внучку. Поэтому у нас еще какие-то… Ну, это уже прошло, наверное, лет 5-6. А вот после этого отношения ваши стали ближе, теплее, вот как-то… Ну, это какой-то такой особенный случай. Они просто становятся как-то как родные. Не знаю, почему так происходит. По желанию в день рождения в Небуре? Игорю, ну, а самое главное, наверное, чтобы он был здоров, самое главное. Ну, и чтобы было вдохновение, чтобы хотелось им, моглось. У него есть песня «Мой друг». Можете ли вы сказать, что он важен на настоящий друг? Да, он мой друг. Или какой-то пример взаимопомощи? Нет, вы, понимаете, дело же… Знаете, я желаю всегда своим друзьям, чтобы мне нужна была никакая помощь. Поэтому дело не в помощи. И есть вещи, которые, например, я вам сейчас просто не буду рассказывать. Но я знаю, что Игорь – это тот человек, когда первая новость, я вам моментально звоню. Мы с Иосифом Пригожиным говорили, и с Иосифом Кобзона по поводу ситуации, которая у вас есть. Нет, мы не разговаривали, к сожалению. Но ситуация, вы сами понимаете, неловкая, потому что мы же коллеги. И как-то не хочется, чтобы вообще музыканты были ввязаны в какие-то истории. Просто не хочется этого. Кто, если не мы, будем друг другу улыбаться и делать мир лучше? Вчера был юбилейный вечер. И так забавно, что все многолетние друзья и коллеги отметили юбилей в какой-то степени на одной сцене. И мы вас поздравляем с днем рождения. Спасибо. Желаю вам всего самого хорошего. Мы вас очень любим. Спасибо. Скажите, а вот, конечно, глупо смотреть в прошлое. Как есть, так и есть. Но, может быть, есть какой-то эпизод. Вот если бы вернуться туда, я бы его изменила. Вот есть какой-то такой эпизод в вашей жизни, о котором вы искренне грустите? Может, кого-то бы вы не отпустили? Может быть, какую-то эпизод вы успели? Нет, не отпустили. Или что-то по-другому бы сделали, что-то важное? Нет, может быть, я более досконально бы делала бы все вообще. В принципе, все я бы делала бы более так вот стабильно. И, может быть, кое-что я просто... Кое-кому я относилась слишком легкомысленно. Глядя на вас никогда не скажут, что вы легкомысленный человек. Такое ощущение, что вы трудишка. Я трудишка и не легкомысленная, конечно, но... Но... Скажите, пожалуйста, про ваш образ. В чем вам комфортнее вы становитесь в костюмах или... В спортивных штанах лучше всего. Больше всего я люблю репетиции. И это самое лучшее время, самое классное ощущение. Ну, он просто, вы понимаете, да, Иосиф замечательный человек, прекрасный. Мне кажется, уже кого еще назвать легендой, как не его. Он просто не услышал мои слова и не обязательно их иногда говорить. Мы с ним еще разберемся, все будет нормально. Но вас не обидело то, что он публично заявил о том, что обижается на базу, то, что вы... Мне наоборот не обидело, а мне очень жаль, что человек из-за меня хотя бы одну секунду переживает. Это незаслуженно. Еще по поводу ситуации в Украине и по поводу ситуации в России, то, что украинским артистам запрещают выступать в России. Океан Элизабунгов. Сейчас, в частности, Иван Дорн, после выступления здесь на Новой Волны, тоже персона Лонграда в России. Да ладно, это шутка, я не верю. Это шутка. Я считаю, что... Я думаю, что это шутка, я не верю. У меня вопрос по Игорю Яковлевичу. У него юбилей скоро. Ваши пожелания мы готовим для журнала. В смысле пожелания от всех звезд. Ну, я уже говорила, самое главное, чтобы он был здоров. И вдохновение, вдохновение, еще и вдохновение. Спасибо. А вот Игорь Яковлевич говорил, что я не представляю, что там Кэти, а Кэти, а Кэти. Ну что, мы поговорили с Лаймой Вакула. Сегодня как-то сложнее разговаривать. Сегодня как-то журналистов набежало очень много. То мы были как-то вообще в городом одиночестве. А сегодня интересный концерт, вечер звезд. Куча журналистов, невозможно задать вопрос. Но Кэти Тапурия, студио-группа, сейчас находится у нас на бэкстейдже. Да, смотрим мы, по-моему. Все-таки Кэти сегодня именно в платье своего собственного дизайна, про которое она нам рассказывала. И это именно топ и юбка с отделом металлом. Ну, а тем временем мы слышали выступление на сцене Лолиты, Олесечка и Аж до мурашек, похожий на самом деле. Это замечательная песня на стихе Марина Цветаевой. Уж сколько их упало в эту бездну. Фантастическая песня. Лолита исполняет прекрасно. И более-то она совершенно прекрасно сказала по окончании этой песни. Одна молодая девушка написала эти стихи. Одна молодая женщина прекрасно исполнила эту песню. А я, дура, только к 50 поняла, о чем это. Она умница. Ты знаешь, она умница, мне кажется, что они с Аллой Борисовной совпадают. Совпадают, как-то я не знаю, по каким-то ментальным данным, что ли. У них очень много похожего. И они очень много понимают про эту жизнь. И обе в какой-то степени очень много пережили. Ну, как бы, я не знаю, долго шли к своему счастью. Но Алла Борисовна, слава Богу, дошла. А у Лолиты все еще спереди. Ну, а сейчас мы смотрим Кэти Топури. Очаровательная какая. Ой, а причесочка. А стояшечка. Тяжело ли это все носить? Мне очень хочется спросить. Вот это то, что из волос сочинено на голове Кэти. Она фантастичная. А ты помнишь, какой она начинала с карьеру в группе Астудия? Помнишь, какая она была? Коситичка, да, такая. Она очень похудела, молодец. Она прям такая стала вот стройнюшечка, красотулечка. Умница, умница. Я не знаю, что она для этого сделала. Очень яркая девушка. Очень яркая девушка, да. И плюс давайте не забывать о прекрасных вокальных данных. Конечно. Кэти, добрый вечер. Все-таки вы сегодня надели наряд вашего дизайна, как мы понимаем. Да. Как сочинилось вот такое? Не знаю. Она была в инфинарии и увидела рыбу молот. Может быть, да. Не знаю, что-то захотелось, что-то такое. У меня в последнее время пешенство на топы и юбки. И вот, наверное, с этого и началось. А как сочинился этот головной убор и тире прическа? Тяжело ли это? Нет, она очень легкая. На самом деле... Были потяжелее. Были потяжелее наряды. На самом деле, да. Как-то так вот родили хвост кита. Я помню, ты не могла даже головой повернуть, когда тебе надели шлем такой египетский, фараоновский. Поэтому в этот раз я, наоборот, счастлива и все очень легко. Сегодня можно уже не скрывать. Вы уже исполнили песню из репертуара Аллы Борисовны. Почему именно это? На самом деле, должна была быть другая песня. Но мы в последний момент передумали, решили спеть эту песню, потому что весь народ хотел услышать именно вот эту песню, так же, как все в нашем исполнении. Мы сказали, ну ладно, хорошо. А кто выбирал международный хит? Вы спели песни Майкла Джексон и Джастин Тимберлэг. И так блистательно, она так подходит, как будто она на эту песню студию. Аранжировка была сумасшедшей красотой. Мы выбрали, кто мог бы выбирать. Конечно, мы. Расскажите, а вы ставите ее в своем концертном репертуаре? Может быть, да. В концертном репертуаре оставим мировой хит. Иногда можно спеть по настроению. Очень, очень. Но если мы очистим права, то оставим. Супер, она очень вам идет, аранжировка была прекрасная. А можно я у вас спрошу, пока не болтаю? А вот скажите, довольно долго вы выступали с солистом-мужчиной, и потом какое-то время без солиста, а потом появилась Кэти, очаровательная, талантливая Кэти. Но ведь женщина, когда появляется в доме мужчина, это очень меняет мужскую жизнь. Вы почувствуете, что ваша жизнь у мужского коллектива изменилась? Мы до Кэти пять лет разминались с Полиной Гриффис. Я помню. Так что мы уже были готовы к приходу. К всему? После Полины мы готовы были к землетрясению, цунами, и к молниям, и к громам. Но в любом случае, вот как это меняет жизнь коллектива? Больше времени на то, чтобы там приехать в зал надо пооранжи, и надо загримироваться? Конечно, конечно. Женщина есть женщина, у нее свои требования к внешнему виду, свой тайминг, свое время течет в голове по-своему. Но ко всему можно приспособиться и привыкнуть, если есть общие интересы и вкусы. Сегодня творческий вечер Аллы Борисовны Пугачевой. Мы все знаем, какую роль сыграла Алла Борисовна в судьбе группы Астудио. Мы очень благодарны за то, что у нас тут есть прекрасный коллектив такой. Скажите, вот если бы вы сейчас находились за праздничным столом, могли ей сказать что-то, что бы вы ей сказали? То же самое, что сказала Кэти со сцены. Мы вас любим. Скажите, где вы черпаете силы и вдохновение для вот таких замечательных песен, которыми нас все время балуют? Это же трудно быть все время оригинальным, стильным, вот такими, как группа Астудио. Для нас это наша жизнь, наше существование, как вода для рыбок. Поэтому ответить, что вдохновляет. Всю жизнь вдохновляет. Между нами не устали от гастрольной жизни? Не хочется на пенсию, на море, в шезлонг, в коктейльчик? Что? Один день простоя уже чешется все, хочется что-то делать. Скучаете, адреналин? Конечно, конечно. А чем группа Астудио нас порадует ближайшее будущее? Может, какие-то есть у вас планы замечательные, которых мы не знаем? Мы уже полгода готовим к выпуску юбилейный Blu-ray DVD с кремлевского юбилейного концерта. И в этом году мы открыли серию концертов с симфоническим оркестром. В октябре будет в Москве очередной концерт. Мы уже провели такие в Алма-Ате, в Астане. И будем по городам представлять концерт очень интересный. Ой, в следующий раз перейти в Юрмолу. Ой, привезите Казы, спасибо. От всей души долбанул меня микрофоном в рот. По-моему, получилось, ну такое тесное общение, ну такое тесное. Пролегла нас. А я просто, ну а что, почему неприличный, симпатичный, талантливый мужчина? Вот, как-то так получилось, что он мне чуть не засунул наш огромный микрофон в рот. Ну это доели уже им журналисты. Нет, ну прекрасные ребята, правда, я очень люблю группа-студию, очень давно. И я счастлива, что удалось с ними пообщаться. Посмотрите, это что за буйство золота? Это кардебалет Николая Баскова или? Видимо, да. Девочки, смотрим сюда. Девочки, смотрим сюда. Показывает наша камера волшебного Николая Баскова. И вы можете посмотреть интервью с ним в разделе Микс ТВ. Всегда миллион алых роз у Баскова, а не у Аллы Борисовны. Мы-то думали, что или Борисовны несут эти цветы. Оказалось, у вас тоже девочки. Ой, столько, сколько цветов выносят Николаю Баскову вообще никто. А я любила. Тем временем напомню, что мы находимся в концертном зале «Дзинтери». Сегодня четвертый день конкурса «Новая волна-2014». Самый, пожалуй, яркий день этого конкурса. Творческий вечер Аллы Борисовны Пугачевой, когда на сцене концертного зала «Дзинтери» звучат только ее хиты. в новых, неожиданных, интересных, прекрасных аранжировках. А я вот никак не могу найти глазами Аллы Борисовны Пугачевой. Она находится в зале? Она, конечно, готовится к выступлению. Девочки, я же вам сказала, тайные и секретные. Четыре песни. Четыре песни, да. Она завершит сегодняшний творческий вечер. Конечно, она готовится к выступлению. Более того, Алла Борисовна появилась только на открытии конкурса. Первая конкурсная идея. Ее супруг говорила, что она дома. Дома, да. И даже, ну вот, о чем можно прочитать и посмотреть на портале MixNews в разделах новая «New Wave 2014» и «Voman» Алла Борисовна даже кушать ходит недалеко от того места, где живет. Буквально в ресторанчик по соседству. Она серьезно относится. Там классные хачапури, я знаю. Там вообще очень классно. Не будем мы рекламировать. Не назовем этот ресторан, но ни за что. Ну как, ну за отдельный ужин мы могли бы, ну. Кстати, я очень рада своей, ну, давайте назовем это журналистской удачей. Учитывая, что вот Николай Басков, он вообще не любит общаться с пресс. Сейчас он опять улетел куда-то, да, и тогда он тоже не хотел. Со всеми букетами в космос отправился. Ну, в копы поймали тогда. Когда? Вчера поймали Николая Баскова. Малина рада своей большой журналистской удачи. Николая Баскова, потому что... Ну ладно, да. Вот он все равно поднялся. А сейчас Николай просто куда-то перепрыгнул через кордон журналистов, да. И уже улетучился. И мы даже знаем, о чем там приблизительно сейчас говорит на сцене Максим Галкин. Потому что... Он изображал, я слышала, Николая Баскова. А, да, ну, это он изобразил. А сейчас выйдет немножечко родной Али Борисовна человек. Никита Пресняков. Я все знаю. Взяла, все раскрыла. Внук, который... Руженькой. Который, получается, старшенькой. И старшенький, и старше детей. И, кстати, как нас убедило шоу, точь-в-точь, замечательный артист. Как оказалось. Ну, он же, как я помню, режиссер еще. Были у него какие-то начинания. Да, он и пробовал себя и, по-моему, в видеоклипах. Да, что-то он делал. Даже какой-то документальный какие-то шорт-шорт-шорт ему он делал. То, что я успела увидеть. Ну, как у него пошло-поехало, непонятно. Но, по крайней мере, по стопам, как мы видим, своих всех родичей идет. Да куда же ему детство, на самом деле? Оставайтесь с нами. Продолжаем прямую трансляцию с бэкстейджа. Новые волны 2014. Творческий вечер Аллы Пугачевой. Все самое интересное и необычное только для вас. Ну что, очень тепло приветствовал Никиту Преснякова публика. Это неудивительно совершенно, потому что, если раньше его воспринимали, как у Николы Борисовны Пугачевой, помнишь, что у мальчика она рыженький, такой смешивый, маленький. Какие там видео домашние, хом-видео. Ну, мы только что говорили с Кариной, что Никита пробовался и в режиссуре себя, и даже какие-то клипы снимала, какие-то шорт-фильмы. А сейчас, как мы видим, идет, вот, четко идет по стопам родичей. Причем я уже говорила о том, что вот не хочется обижать родителей Никиты. Ну, по-моему, он бабушку, он гиперталантливый паренек, ну, правда? Ну, да. Он артистичен, он пластичен, он замечательно поет, причем разнопланово. Я просто влюблена в его точь-в-точь в Чичерину. Ты видела? Нет. Это фантастика. Наташа, ты бы получила удовольствие, умилилась бы просто. Невозможно представить себе, что парень двухметрового роста практически, да, как Никита, абсолютно вжился в этот образ и пел абсолютно ее голосом. Чичерин. Чичерин один в один, жара. Да, он валялся на капоте машины. Он валялся везде, он был абсолютно, она, вот я как бы, я не могла от него этого ожидать. А Фредди Меркери, как он был блистательный, то есть он молодец. Он реально вот эти... Буду гуглить. Прогуглить точь-в-точь, я говорю, ты увидишь этого парня совершенно с другой стороны, я в него влюблена. Мне очень жалко, что я его старую, что Алла Борисовна меня не полюбит. Не волнуйся, не волнуйся. Дети Аллы Борисовны младше внука Никиты. В этом смысле? В этом смысле, да. Ну, в общем-то, да. Ну что, мы ждем, когда Никита выйдет со сцены, мы обязательно с ним поговорим, я надеюсь, у нас это получится. Потому что Лолита, например, спела свою песню, как бы нам не хотелось с ней поговорить, она ушла сразу за сцену, сказала потом, 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 но боюсь, что потом не будет. Ну вот она как-то только приехала в концертный зал, мы тоже с ней пытались поговорить, журналисты, но она тоже сказала, что она до выступления никому ничего и потом может быть. Но говорят, что вот она растрогалась и настолько эмоционально ее захлестнула песня, которую она исполняла, поэтому она решила, видимо, прийти в себя слегка. Ну, будем надеяться, что она порадует журналистов, выйдет, потому что для нас, конечно, журналистов «Новая волна» это праздник вдвойне, потому что, ну, еще такое количество звезд увидишь. А что, знаешь, каждый день как-то политика, да политика. Свои-то уже поднадоели? Ну, как-то, да, пресненько. А тут целый праздник, прям торт с кремом. Да, перья, люрекс, стразики. Ты видела, какая была потанцовка у Лаймы Ваймова? Я тебе больше скажу, Карина Эванс даже потрогала. Что? Потанцовку. Нет, перья не смогла, вот эти вот замечательные какие-то шелковые, я не знаю, плащики, которые у них были. Шикарная потанцовка, Лайма, как всегда, умница. Ой, а Лайма, так вообще. И как она, вот, люблю я ее, люблю безумно, люблю наших прекрасных женщин, потому что они всегда не такие, как все. Не знаю, почему, вот, Лайма Вайклова, выйдя со сцены, развернула всех журналистов в обратную сторону и сфотографировалась именно так, как ей захотелось. Молодец. И это было неожиданно, красиво, и все фотографы сказали, о, спасибо вам большое, Лайма, потому что это действительно был шаг. А ведь если разобраться, представь, сколько лет они все на сцене, и как мы их заколебали. Я все понимаю, но видишь, многие-то выходят и по вот тропиночке вышли, сфотографировались, ушли. А Лайма все-таки, несмотря на то, что она столько лет уже выступает на сцене, она все-таки вот пытается как-то вот, ну, не так посмотреть, не так взглянуть, не так сделать. Она большая молодец и красавица, мы ее, конечно, безумно любим. Ну, что выступил Никита, прекрасно спел песню Аллы Борисовны Пугачевой. Ну, и ждем, когда он что-то говорит сейчас. Кстати, мы видим список на экранах мониторов, в следующем выступит Александр Розенбаум, мы сегодня уже говорили, что он давненько не появлялся на новой волне. И вообще я его давно не видела нигде. Да, вот какой-то затишье такое образовалось. Ой, Никитос, Никитос, простите меня, ну, Никитос, я люблю его очень. Не знаю, как ты, Олесечка, но мне рыжие всегда ужасно нравились люди. Ты знаешь, это же фигня, я всегда хотела иметь рыжего ребенка. Да, да, рыжего и Конопатова. Ну, вот, к сожалению, пока... Это, мне кажется, знаешь, может быть, детство, детские фильмы вот этих вот... Вождь краснокожих, яролашек. Да, даже тот же яролаш, да, когда там этот рыжий все время шкодил что-нибудь такое. И все время всем хотелось, но вроде бы не хотелось, хотелось бы всем, чтобы у всех был ребенок такой послушный, порядочный, там, выглаженный. Но, с другой стороны, всем хотелось, чтобы он был немножко таким шкодом. Шкодой такой. Ты знаешь, что интересно, все рыжие, вот заметь, они в чем-то друг на друга похожи. Ну, согласись, ну, вот что-то есть общее. Есть такое. И более того, они все какие-то безбашенные, сумасшедшие, действительно непослушные и очень одаренные. Ну, как правило. Да, есть такое дело. Да, то есть носители рыжеволосого гена у вас большие перспективы. Ну, а мы сейчас ждем Никиту Преснякова. Будем надеяться, что у нас появится возможность с ним поговорить. Он выйдет журналистом. А, кстати, группа его здесь сейчас. Да. Кстати, говорят, что рыжие, они могут родиться у любых родителей. Вот совершенно у любых родителей может родиться рыжий ребенок. Ты меня обнадежила сейчас. Да, да, да. Ну, все-таки, мне кажется, что... Ну, конечно, больше шансов у рыжих родителей, чтобы родился рыжий, но... Это как-то страшно все-таки звучит. Это все равно, как если бы у каждого может родиться, я не знаю, ребенок японец или афроамериканец. Ну, просто так получилось, прости, дорогая. Я думала, я все люб тебя надеюсь. Нет, да, да, я, в принципе, очень рада. У нас как-то не так. Но все равно, знаешь, как-то было бы странно. Я представила, вдруг, что у меня муж араб, сама я хохлый еврей, да? Простите меня. И тут вдруг раз, и я абсолютно рыжий ребенок. Или азиат. Да, вот. Ну, это было бы, наверное, забавно. Даже бы вопросы возникли. Я думаю, что, конечно, к Никите будет трудно подойти, потому что, ну, огромный интерес к этому молодому человеку. И на сегодняшний день хотим отметить не только как ко внуку Аллы Борисовны, но и как самостоятельной единице творческой. А я не могу стоять. Вы такие красивые, такие готические все. Я тоже рада. Спасибо большое. Вы у нас впервые вообще здесь, в Юрмале? Да, это наш дебют сегодня. Мы впервые выступаем в этом прекрасном зале. Мы вас поздравляем. Мне кажется, это прекрасный такой старт, потому что очень большая аудитория у конкурса «Новая волна». И у вас есть возможность выступить вне конкурса. Да. А вы давно приехали? Вы успели прогуляться, посмотреть на наших девчонок красивых? Да, буквально два дня назад мы приехали. Мы тут тусуемся, классно отжигаем. Короче, очень классный город, гостеприимный. И красивый просто. А вы вот концептуально поете то, что вам нравится? Вы не конъюнктурщики какие-нибудь ржавые? Конечно нет. Вы послушайте нашему зло. Это настоящий металл. Просто давно такого не было. Мне кажется, надо было уже с чего-то начинать. Никита правильно двигается, дает настоящий рок в массы. Это классно. Солиста привели, не дали договорить. А мы только хотели спросить про наркотики, про группис и про всякое остальное вкусненькое. Ну, давайте сейчас переждем фотосессию. И пока Никиту будут опрашивать другие журналисты, мы еще успеем поговорить с ребятами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И еще раз. Все, господа. Все нормально? Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Вы делали покажем, но Аня Борисовна как-то об иконе стиля. Наверняка вы, наверное, знаете какие-то вот такие интересные факты из ее жизни, биографии по поводу обраны. Ну, она... это ее большие секреты. Она редко как бы с кем делится. Ну, она любит изобретать какое-то что-то новое в своих образах. А на ваших глазах рождался какой-нибудь образ, какой-нибудь костюм? Да нет. А что вы запомнили вот больше всего? В плане? В плане образа, стиля, моды Аллы Борисовны. Ну, что там запоминать? Большой балахон, ноги буквой А. И вот она, Алла Борисовна. Она такая, какая она есть. И все ее образы, они великолепны. А любимая песня Аллы Борисовны? А? Любимая песня? Белосняк, женщина, которая поет. Ну, какого такую прекрасную женщину называть бабушкой? Вы бабушку зовете? Нет. А как? Алла. Аллочка. Поет или по-моему? Нет, я с детства так как-то получился. Никита, Алла Борисовна, вам друг он больше или вам подказывает? Теплый человек, друг семейный. Ну, бабушка, конечно. Ну, план, все. Все самое хорошее. Пифия из матрицы. А вот эта популярность, вот это внимание со стороны журналистов, оно не так давно появилось, оно смущает вас, оно радует вас? Как вы к этому относитесь? Смущает. Смущает? Да. Никита, я вот очень хочу поздравить тебя с тем, что из внука Аллы Борисовны ты стала самостоятельной творческой единицей для нас. Прежде всего, очень раскрылся две звезды и точь в точь вообще. Я поклонница, я фанат, я групписа, я буду ездить за вами. Я хочу тебя с этим поздравить. Скажи, вот ты оказался настолько одаренным человеком, но как-то промолвился, что ты не хотел бы музыкой заниматься профессионально на всю жизнь. Это так или не так? Или ты передумал? Не понял, еще раз не хотел. Ну, как будто у тебя талант такой певческий есть, а ты как-то говорил, что ты не хочешь профессиональной музыкой заниматься. Ну, уже вышло, что уже занимаюсь. То есть, кем пальцем не раздавишь, все равно понеслась. Загорелся в один момент, когда, ну, просто вырос, понял свои взгляды, что я действительно чувствую, хочу в жизни. Как-то раз вот прямо проснулся, загорелся и, ну, хотелось иметь вот группу дружную, в которой мы вместе будем собираться в студии. Они классные, красивые такие ребята. Креативный процесс. Вы представляете, какие-то классные креативные процессы, когда мы сидим все вместе и предлагаем какие-то там свои фишки, свои материалы. И все, это мы сделаем одинаковые татуировки и будем до старости вместе. Никита, а вот с папой у вас хороший уже творческий танцем сложился. А Борисовна что о вашем творчестве говорит? Критику хорошо отсылает? Она очень рада тому, что мы делаем. Вы по следам к ней обращались? Нет, мы как-то мы сами все, ну, друг с другом советовались. Скажите, папа какую роль играет сейчас в вашем творчестве? Ну, допустим, вот у нас есть совместный дуэт. Причем не просто, как бы, да, и не просто, как бы, я спел с папой, а тут, как бы, мы вместе. И больше даже, как бы, папа спел с нами, потому что это, как бы, наша группа, получается, играет эту ссору. Ну, все песни, которые вы назвали «Чистые любимые» у Борисовны, вы же их тоже исполняете уже сами. А нам вот что, что-то говорила о ваших версиях этих песен? Ну, здесь, во-первых, вышло так, что, допустим, на Муз-ТВ нас очень попросили. Они захотели сделать подарок. В этом году на премию. Да. И мы собрались и сделали, вот, Рома придумал необыкновенную аранжировку, там мы все поддержали. Кто-то там добавил от себя, что здесь же вот опять творческий вечер у Борисовны Пугачевы, и мы загорелись сделать «Белый снег». А вы думаете принимать участие в каких-то конкурсах? Именно «Белый снег», да? Никита, вы думаете принимать участие в каких-то конкурсах или нет? Музыкальных, международных? Как получится? Ну, а мысли есть какие-то? Или вам это не надо? Ну, пока я, вот, мы с ребятами занимаемся именно, ну, нами, то есть... А кто пишет вам музыку из таких мест? Мы иногда сами, то есть собираемся, придумываем что-то. Иногда мы покупаем материал у кого-нибудь, там, например, мой друг, да, приходит, говорит, «Никитос, я там что-то прикольное написал, я слушаю, говорю, о, прикольно, давай я куплю», и потом мы это переигрываем, ну, то есть, по-разному это все. Вы сами свои деньги вкладываете? Да. Ну, все то, что зарабатываю, все сразу вкладываю. В свободное время? Паркур, дача, друзья, видеоигры, писать музыку, писать сценарии, снимать фильмы, монтировать фильмы, ну, такого плана. А паркур где? По старым постройкам, которые... Нет, паркур это же универсальный, как спорт, это не обязательно прыгать через крышу. Можно заниматься в гимнастическом зале паркура, есть специальные площадки, например, в Москве, в парке Горького есть площадка для паркура. Все, да, там все супер. Ладно, ребят, он больше жак уже. Последний вопрос. У Игоря Яковлевича Крутого, день рождения, юбилей. Какие бы у тебя пожелания ему к юбилею? Последний вопрос, господи. Ну, пожелания всего, не знаю, самого хорошего. Пусть ждет от нас подарок какой-нибудь. Хорошо, можно попросить фото? Давай провожу тебя до выхода, пока Нигита занят на фотосессии. Послушай, а вот скажи, вы же не используете никакой вот, как суровые рокеры, вы же не используете никакой допинг, например, в своем творчестве? Допинги не используете в своем творчестве? Нет, конечно. Это чистое творчество. Настоящий рок это и есть допинг. То, что мы играем, мы получаем с этого максимум удовольствия и адреналина в кровь. По-моему, это лучший выплеск энергии, когда ты выходишь на сцену, много людей слушают тебя, а ты стараешься для них. А вот рок-н-ролльные группы, они же славились всегда тем, что у них была куча фанатов, группис, которые рвали их на части. Вот у вас есть группис уже или вы пока их еще только зарабатываете? Ну, конечно, у нас есть, но мы по-другому подходим к делу. То есть мы конкретно хотим творить хорошую музыку, металл играть. И как бы фанаты это всегда есть, мне кажется, у любого рокера. И глупо даже отрицать это. Есть, конечно. Но у вас же есть какая-то большая перспектива, план, допустим, заработать много денег своим творчеством, получить Грэмми, например? Мне кажется, это не важно. Важно это энергия, которую ты вкладываешь в создание музыки и получаешь это удовольствие. Нужно делать все искренне, только тогда люди заценят твое творчество, и ты будешь получать это удовольствие. Мне очень нравится. Вы классные, вы такие красивые, у вас клевый вокалист, правда, замечательный. Да, суперский. Да, поэтому я желаю вам всяческих удач, чтобы вы прославились и чтобы все у вас было хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. В некоторое время, да, у нас прервется ненадолго трансляция по техническим причинам, но мы постараемся вернуться к вам. Как можно скорее оставайтесь с нами. Напоминаю, что мы осуществляем трансляцию прямой с бэкстейджа «Новой волны». Сегодня не конкурсный день, сегодня творческий вечер. Алла Борисовна Пугачева и оставайтесь с нами. Спасибо. 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 Спасибо.